В городе Якутске с 17 по 19 марта состоится открытый республиканский турнир по борьбе Хабсагай на призы Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия. И мы рады представить вам наших сегодняшних утренних гостей. Это директор Федерации борьбы Хабсагай Алексей Егорович Мастахов и начальник управления по работе с личным составом Александр Николаевич Кутепов. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро, дорогие горожане и жители. Турнир, пятый уже турнир по счету будет отличаться от других? Какие особенности его? Да, действительно, это пятый уже традиционный открытый турнир. Здесь на наших турнирах уже несколько лет участвуют порядка 400-500 участников со всей республики. Самые сильные борцы нашей республики меряются здесь силами и результат непредсказуемый. Очень высокая популярность среди любителей борьбы, любителей спорта. Ну а если мы не будем все-таки откладывать на потом, мы уже немножко владеем информацией. Кого увидят зрители, болельщики, гости какого? Да, у нас будет приятный сюрприз по многочисленным просьбам жителей республики и горожан. На церемонии открытия турнира будет поступать Анна Филиппова, победительница капитал-шоу «Поле чудес» и Юта Секритова со своим уже знаменитым номером «Якутянка». Так, количество участников сколько? Мы ожидаем в этом году порядка 400 участников. Из них, наверное, около 100 будут сотрудники МВД, где-то, наверное, столько же остальные правоохранительные органы. И 200 – это профессиональные, по сути говоря, спортсмены. Ну, количество, на самом деле, участников очень же большое, да, то есть 450. Можно сравнить, наверное, с каким-нибудь чемпионатом, может быть, даже России, может быть, или еще каким-либо. То есть это говорит о том, что статус борьбы Хабсагай у нас в республике высок, как раз-таки. Массовость. Массовость. Большая. Большая массовость, да. А почему именно вид спорта Хабсагай? Вид спорта Хабсагай, потому что издревле Хабсагай был фактически как боевое искусство для народов Якутии. И вот возрождение этого национального вида спорта и выход его на всероссийскую арену, в общем-то, он дает возможность людям готовиться и становиться выше профессионально, более ловкими, более сильными. И вот с Алексеем Егоровичем мы обсуждали, что когда в федерация Хабсагай в этом году планирует выйти на зарегистрироваться в России, да, мы в следующем году, а это будет юбилейный для якутской полиции год, 100 лет якутской полиции будет, мы планируем этот турнир сделать всероссийским. Замечательно. Алексей Егорович, каким образом будут выявляться победители, лучшие спортсмены, что их ожидает в итоге? Ну, что ожидает, это Александр Николаевич, он сам скажет, какие призы и так далее. Ну, этот турнир МВД первый раз проводился в 2012 году, когда тогдашний министр МВД Виктор Васильевич Кошелев организовал. Тогда участвовало первый раз, это 78 участников было, а в 2013 году уже 510 участников. Это количество еще никто не перехожил. В 10 раз почти больше. Ну, отрадно, что в первом турнире абсолютным победителем стал сотрудник МВД Рустам Шарипов, и в 2015 году он тоже второй раз абсолютным победителем стал. И в 2014 году Прокопий Петров абсолютным чемпионом стал, и в 2013 году абсолютным победителем стал тот же сотрудник МВД Юрий Старостин, который был награжден автомобилем «Жигули». И, ну, вот этот турнир проходит в рамках месяца борьбы республики, и этот турнир проходит в центре спортивной подготовки «Триум», где руководителем этого центра является тоже бывший сотрудник МВД Олимпийского чемпиона Павла Спенигин. И в месяце борьбы все зрители проходят бесплатно на турнир, и потом зрителей всегда бывает очень много. Судейская коллегия состоит? Ну, главным судьей уже в четвертый год будет работать сотрудником МВД Григорий Антонович Захаров, а его заместителем тоже бывший сотрудник МВД Андрей Яковлев. Он является трехпратным абсолютным чемпионом республики по проблемам в Савае. И главным секретарем будет работать у солдатского вуза, опытный секретарь Вадим Петрович Данилов. Алексей Егорович, а фавориты есть в этом году? Тех, на кого ставить? Может быть, все время из года в год ставим, да? Что они победят? Ну, в Савае это определить очень трудно. Непредсказуемый вид спорта. Каждый себя может неожиданно показать. И соревнований очень много, поэтому ребята на этой соревновании хорошей формы будут. Явных фаворитов не будет. Мы проводим все республиканские турниры и так далее. Почти каждый раз чемпионы и призеры меняются. Александр Николаевич, в прошлый раз, как сказал Алексей Егорович, автомобиль «Жигули» был главным призом. Что ждет на этот раз победителя? На этот раз у нас будет сюрприз. Глава республики учредил свой специальный приз. Что это будет, мы увидим 19-го числа, когда будем награждать. А также федерация «Хабсагай» учредила свой специальный приз победителю – это жеребенок. Ух ты! Здорово! Что ж, уважаемые гости, спасибо, что пришли к нам этим утром. Поделились такой хорошей информацией. Мы приглашаем всех любителей борьбы «Хабсагай» в эти дни. Центр спортивной подготовки в Триумп с 17 по 19 марта. Самое главное, 19-го числа. Не пропустите финальные схватки и увидите, что же будет все-таки главным призом.